Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, 11 число. Прекрасный день для того, чтобы полутать что-то действительно классное, осквернённое и, конечно же, полезное. Начнём же. Начну с Монаха. Полутаю, наверное, что-то, скорее всего, интересное. Я уверен в этом. Ну, давай, система, не подведи меня. Запястье. Это просто идеальные запястья. Я лутаю на Монаха постоянно какие-то итемы по типу увеличения всех абсолютно источников универсальности, искусности на 9%. То есть не 6, не 12, именно по 9. Например, вот эти перчатки. Например, этот двуручный древковый мерзкий кровопускатель. То есть везде по 9. И тут тоже 9%. Зачарованное ли это число? Я считаю, да. Надену ли я эти запястья? Я считаю, что да, но чуточку позже. Может быть, когда плащ и капну. В общем, в скором будущем, когда-нибудь, эти запястья, конечно же, наденутся, потому что они замечательные. Оденутся или наденутся? Я надену эти запястья. Вот. Вот так будет звучать, по-моему, правильно. Интересный совет, кстати, на загрузочном экране. Насчет всяких рейдиков и всего такого прочего. Не забывайте о том, что еженедельно происходит с вами, со зрителями, рейды. Конкретно в битву за Тазара Лор. Сокращенно в БЗДУ. Вот. В БЗДУ, значит, ходим еженедельно с целью того, чтобы дропнуть двум людям по маунту. То есть, сморно падает два маунта. Ну и по одному маунту уходит каждому человеку. Ссылочка на сообщество там есть в Дискорде, есть в ВК-группе. В общем, найти можете. Все это абсолютно. Что тут упадет? Колечко. Колечко с Ритуалом Бездны. Ну, это очень много порчи. С учетом того, что уже есть всякие порченые итемы на протваре. И плащ не апнутый. Ну, хотя я занимаюсь этим по чуть-чуть. Но все же, то есть, даже если плащ апнуть до 14-го, 14-й ждаешься максимальный левел плаща, да, 14-й, там сопротивление карапту будет 50. То есть, это на 30 больше. В общем, тяжелое кольцо касательно своего карапта, но очень полезное, стоит признать. Насчет БЗДЫ. Вот оно, это сообщество. Касательно следующего похода уже все сказано. Рейды, само собой, стримятся на Твиче, и ссылочка на Твичевский канал есть в описании. Да и вообще всякие другие ссылочки тоже там имеются. Не поленитесь, поизучайте свободное время. Настало время проявить всю свою удачу, которая накапливалась всю эту неделю. Лут на ДК. Лут на ДК должен быть самым лучшим. Иначе неделя прошла зазря. То есть, ПВЕ сундук и ПВПшный сундук. Ну-ка, поехали. Что-то должно реально полезное упасть. Тринкет. Кольцо. Кольцо на прибавку к искусности. Какой же это мусор конкретно для анхолика. Хотя... Нет, искусность не такой плохой стат. Просто он является недооцененным немножко. Стоит подумать насчет этого кольца, но, по крайней мере, это колечко и это уже круто. Это реально замечательно. То есть, какие у нас есть 75-е кольца? 75-е кольца у нас падают только с рейда. 80-е можно залутать, но для этого нужно на Зоту убить в мифике. Точнее, 85-е даже. В общем, неплохое колечко. Ну и ПВП-сундучок. Шмоточка какая-нибудь. 60-я, наверное, выпадет. Хорошая, с хорошей карабчей. И меня это устроит. Бисовый нагрудник. Анхолика, да? Только низкого этом левела. Или я ошибаюсь? Нет, нет. Я ошибаюсь. Все нормально. Просто если бы это был бисовый нагрудник, и он выпал бы 60-м, то я бы немножко расстроился. Из-за того, что это скрытая, скажем так, механика того, что мне нужно в итоге аппать 1800, чтобы лутать 475-е шмотки. Ну, типа, знаете, вот аппну 1800, не будут падать азеритки. Сижу на 1600, падают азеритки. То есть, это заскриптованная немножко фишка касательно всего этого дропа. Не знаю, понимаете эту мысль как хотите, но я уверен, что когда через 20 лет я аппну 1800, то никакие азеритки падают не будут. А что касательно пыли, я могу купить какие-нибудь азеритки на ком-нибудь? Нет, только на следующей неделе. Ну, как-то так. В текущий момент нужно задуматься о колечке, обработать данный видосик. Ну и можно будет запускать стрим. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...